А перед оглашением потерь я хочу напомнить, что сегодня идет 827 день ожесточенной войны, которую Россия варварски развязала и ведет против независимого государства Украина. По данным Института изучения войны из Соединенных Штатов АСВ, Россия накапливает большой контингент войск на севере границ с Украиной. Это север Харьковской и Сумская область. И по данным некоторых источников там уже сконцентрировано более 100 тысяч военнослужащих. Также дополнительно идет переброска российской техники в Беларусь. По всей видимости Россия готовит наступление на север Украины. И опять захочет захватить Киев за два дня. В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина. А вчера прозвучал мощнейший взрыв в Донецке. Наши новые несбиваемые ракеты «Джедам» беспрепятственно пролетели в Донецк и поразили очень важный объект оккупантов. Это здание, в котором размещался штаб. Прозвучал мощнейший взрыв, который слышали по всему Донецку. И в сети уже появилось видео от очевидцев этого взрыва. Здание полностью разрушено. Все оккупанты, которые находились внутри, погибли. А сегодня на рассвете в столице России, городе Москва, внезапно загорелось крупное предприятие. Это машиностроительный завод. Возник пожар на площади более 4 тысяч квадратных метров. Дым до небес, который было видно за 20 километров в округе. Ситуация сложная. В пламени находится большое количество легковоспламеняющей жидкости, а также других горючих материалов. Была задействована авиация, которая сбрасывала десятки тонн воды на горящее помещение в надежде усмирить очах пламени. А в это время потери россиян на фронте в Украине остаются катастрофическими. И за последние сутки еще 1160 российских освободителей больше никогда не вернутся в Россию живыми и здоровыми. А всего уже с 24 февраля 1922 года, с начала войны, на территории Украины было ликвидировано 506 260 российских захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова